А всем привет с канала Брим Тим, и сегодня у нас такой маленький разговорный ролик, который мы назовём даже 5 лайфхаков, если вас на фидерной ловле застала непогода. Из прошлого видеоролика, где мы были на водоёме и как раз смотрели тематику с помба, мы сидели на фидерной ловле и попали в непогоду. Как мы знаем, фидер это вид ловли, увлечение наше, в котором у нас очень много аспектов и мелочей, и сегодня мы как раз разберём такие 5 мелочей, которые нужно сделать либо во время, либо после того, как мы вернулись с рыбалки, если нас остала непогода. Первое, с чем мы столкнулись, это из-за поднявшегося ветра, пыли и порывистого дождя. Мы увидели то, что песок начинает забиваться как раз в стыке удилища, то есть особенно важно, если это карбон. И первый у нас такой лайфхак связан с этим. Чтобы ваш фидер прослужил вам как можно дольше, после рыбалки мы берём, если он ваш штекерный, к телескопическим это относится также, берём влажную салфетку и начинаем места стыков протирать. Также кольца и желательно протереть всё удилище. Но почему стоит предать внимание именно вот этому месту? Потому что если будет на нём налипший песок, то когда мы будем в следующий раз состыковывать две половины, мы увидим настолько там противный шум и скрип, это будут песчинки, песка, пыли тереться об стенки, и тем самым карбон начнёт рушиться. Что не есть хорошо, что очень скажется на долговечности нашего удилища. Протереть недолго, но настолько простая манипуляция, поверьте, очень сильно продлит срок службы вашему удилищу. Второй лайфхак будет связан опять-таки с удилищем фидерном. Если непогода вас застала, и у вас, допустим, один фидерник, как у нас, там целый ряд их, и нам нужно собраться, и у вас есть возможность быстро уйти, и удилища, если у вас не из дешёвых, хотя для начинающих как раз-таки лучше взять в бюджетном сегменте. Ориентируйтесь на наличие вот такой маленькой вещи, как хук-кипер. Это маленькое приспособление, скобочка, для крепления как раз крючков, поводков. То есть, чтобы вам фидер не разбирать на части, вы его всего лишь разъединяете, он у вас пропущенный леской, и весь монтаж вы цепляете как раз за хук-кипер. Это очень быстро. Они продаются отдельно, то есть, цена его там от 25 рублей, то есть, опять-таки, для того, чтобы взять на сезон, это сущие копейки. И хочу вас предостеречь, и просто заклинаю, не цепляйте за рукоять удилища никакие монтажи. Крючки, кромыслы, вот это всё. Это опять скажется на долговечности удилища. Конечно, оно от этого не сломается, но особенно, если у вас рукоятка из пробки, пробка уже через некоторое количество рыбалок, при таком способе фиксации монтажа, начнёт рушиться, и тем более, если во время дождя она намокнет, от неё будут отлетать части, и уже как минимум будет неприятно, если рукоять будет некрасивая и повреждённая. Поэтому пользуемся хук-кипером. Третий наш лайфхак связан с прикормом. Сейчас, к сожалению, возможности показать нет, но, думаю, на словах будет всё довольно-таки понятно. Вас застала непогода, ветер вас сдувает, снег сыпется вам уже за шиворот. У вас осталось много прикорма, так как вы хотели пойти на целый день. Что вы делаете? Вы его не выкидываете в реку, вы его ни в коем случае не храните в вашей рыболовной комнате или где-либо, так как в плюсовой температуре он не то что высохнет, он прокиснет. Чтобы прослушать прикорм, его надо пробить через сито, и вот так вот просыпать на газету либо на какой-то поддон, чтобы он просох. Тогда это ещё можно поспорить. Но, как сделать проще? Перетираете его в руках, чтобы все куски, такие карточки более-менее рассыпались, складываете в пакет и убираете в заднюю стенку морозилки. Именно морозилки, не холодильник, это как в холодильнике температура плюс. Убираете в морозилку, он превращается в камень, но из-за того, что мы его пробили, он у нас стал сыпучим, пушистым. Во время следующей рыбалки в этот замороженный кусок просто взяли чуть-чуть, надломили. Воздух, который был как раз в катышках, высвободился. И у нас с вами рассыпчатый корм, который сохранил свои как вкусовые качества, так и клейкие качества. Но, опять-таки, злоупотреблять этим не стоит. То есть, не забывайте, что если вы так сделали, на следующую рыбалку вы идёте с этим прикрымом из морозилки. Оставлять его на полгода как минимум непрактично, и как максимум, наверное, работать он перестанет при длительной заморозке. Четвёртое, с чём мы столкнулись, это проводить ТО ваших катушек после рыбалки. Сейчас, после того, как мы вернулись уже, всё было разобрано, вывано, потому что нас нахлобучил очень сильный дождь и ветер. Сейчас катушки ходят очень туго. Даже, допустим, она должна крутиться, она вместо этого почти сразу останавливается, не делая даже одного прокрута. И это не есть хорошо. Всегда разбирайте, протирайте, чистите и смазывайте ваши катушки, чтобы вытаскивать трофейную рыбу. Не запускайте то, что помогает вам выматывать ваш монтаж, потому что, помните, что само удилище это лишь палка, это способ закинуть как можно дальше. Рабочий элемент у нас это катушка. Пятый совет и лайфхак довольно-таки прост. Всех их можно было объединить в один, то есть прочистить катушку, прочистить удилище. Но нет, мы рассмотрели более подробно, и поэтому пятый, все ваши сундучки, коробочки, которые вы берете на рыбалку, если вас нахлобучило, выгнало с водоема погода, опять-таки, не поленитесь, разберите и протрите. Допустим, вот это вот у нас сундучок, где лежат все дипы, аромы, пелец. Если бы я его оставил, тут была бы куча песка, куча воды, что, во-первых, было бы некомфортно и могло бы негативно сказаться на качестве продукции, которая лежит в сундучке этом, что же говорить о наших рыболовных ящиках, куда залетает вода, у кого там электронные сигнализаторы, это все просто, у кого поводочницы, чтобы это ничего не намокло, вот, если вас погода с водоема выгнала, это вот такой итог, вы приходите и разбираете все, все раскладываете, все просушиваете, мы пришли где-то с водоемом в 3 часа дня, сейчас порядка 6 вечера, все высохло, то есть садок, рюкзаки, сумки в ванной стекли, на балконе все удилища, чехлы, все, все оснастки просушены, и все замечательно, осталось только перебрать катушки и идти на следующую рыбалку, попытался максимально информативно донести, что делать, если вас выгнала погода, и поэтому кто с этим сталкивался, делитесь этим видео, рассказывайте может быть свои истории, свои истории, или может быть у вас какие-то тоже есть лайфхаки для упрощения жизни при таких событиях, а так, до новых встреч, до новых встреч! к м ч Продолжение следует...